Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о книге Эммануила Валерстайна «Исторический капитализм». Это очень краткая выжимка из его четырехтомника «Мир. Система. Модерна», в котором он описывает становление капитализма. По версии Эммануила Валерстайна капитализм возник из феодализма. Однако вот в этой небольшой книге эта книга была издана как print on demand в мягком переплете. Здесь чуть больше 150 страниц, при этом 50 страниц занимает предисловие Андрея Ильича Фурсова, кандидата исторических наук и историка. И в этом предисловии Андрей Ильич Фурсов говорит, что Эммануил Валерстайн недостаточно полно раскрывает в своем исследовании мир системы модерна тот факт, как появляется капитализм. Он не отвечает на вопрос о том, а какие причины повлекли, привели к тому, что возник капитализм. А Эммануил Валерстайн начинает с того, что говорит, что вот он есть, он возник, но при этом не углубляется в исследование причин этого возникновения, его и предпосылок этого возникновения. На этом делает акцент Андрей Ильич Фурсов в своем предисловии. Книга эта будет интересна тем людям, которые интересуются историей нового времени и также историей капитализма, как отношений между хозяйствующими субъектами. По традиции последних видео я зачитаю вначале аннотацию к этой книге, а потом содержание. Итак. Всемирно известный американский ученый Эммануил Валерстайн, отец-основатель мир системного анализа. Автор трехтомника «Современная мир система», целого ряда других книг огромного количества статей. Директор центра Фернана Броделя по изучению экономик, цивилизаций и исторических систем. Город Бингемтон, штат Нью-Йорк, США. В сжатом виде излагает свои взгляды на капиталистическую систему. Валерстайн анализирует экономическое функционирование капиталистической системы, роль государства в накоплении капитала, роль научной культуры в качестве мощного социального оружия сильных мира сего. Особое внимание уделено различным мифам капиталистической системы о прогрессе, миротократии и т.д. Показан механизм действий идеологического тандема расизма-универсализма. Валерстайн, кроме того, предлагает балансовый отчет достижений и провалов капиталистической цивилизации, а также анализ тех внутренних дилемм, которые исторический капитализм не способен решить и которые уже подвели его к краю пропасти. Следует отметить, прежде чем мы перейдем собственно к содержанию книги, что транскрипция имени Эммануила Валерстайна на русский язык, как опять же пишет Фурсов в предисловии, несколько некорректна, поскольку Валерстайн это итальянская фамилия и правильно было бы говорить Валерстин, но почему-то его транскрибируют на немецкий манер. Переходим к содержанию книги. Как я уже говорил, есть предисловие Фурсова, которое называется «Капитализм сквозь призму мир системного анализа» о работах Эммануила Валерстайна и мир системном анализе. И это предисловие оказывается намного длиннее 50 страниц, о которых я говорил выше и составляет от 6 до 73 страницы. Далее, Эммануил Валерстайн «Исторический капитализм, капиталистическая цивилизация». То есть в этой книге находятся сразу две работы Эммануила Валерстайна. Исторический капитализм и капиталистическая цивилизация. Итак, исторический капитализм. Введение. Глава 1. Товаризация всего производства капитала. Глава 2. Политика накопления борьба за преимущество. Глава 3. Истина как опиум рациональность и рационализация. Заключение. О прогрессе и переходах. Капиталистическая цивилизация. Балансовый отчет. Четыре всадика апокалипсиса или базовые потребности. Качество индивидуальной жизни. Качество коллективной жизни. Куи-боно. И зачем спорить. Перспективы на будущее. Дилемма накопления. Дилемма политической легитимации. Дилемма геокультурной повестки дня. Кризис исторической системы. В чем интересны такие книги, как книги Эммануила Валерстайна, как вот эта тонкая книга исторический капитализм, так и его четырехтомники о миросистемном анализе. Тем, что можно проследить, как в данном случае Валерстайн, мыслит об экономике. Об экономической системе. И далее можно попробовать использовать эту методологию для того, чтобы помыслить о современном состоянии капитализма. Андрей Ильич Фурсов говорит уже последние, наверное, семь лет о том, что капитализм закончился и будет что-то другое. Будет какой-то другой строй. Какой неизвестно. И что это будет решено в ближайшие 60 лет. Фурсов говорит о том, что в 2020-2022 годах закончились как короткие циклы экономические, так и длинные циклы экономические. К коротким циклам он относит однолетний, трехлетний, семилетний и так далее. А к длинным и сверхдлинным экономическим циклам он относит в том числе циклы Кондратьева, которые длятся. У него в циклах Кондратьева две фазы, насколько я помню. Одна фаза, по-моему, 75 лет, а вторая 85 лет. И они меняются друг с другом. И сверхдлинные циклы, которые длятся более 150-200 лет. Так вот, в 2020-2022 году закончились экономические циклы. И по наблюдениям, опять же, историков или историков экономики, при окончании циклов и когда заканчиваются сразу несколько циклов в какой-то один год или в ближайшие годы, то начинается период безвременья, который длится, опять же, по наблюдениям историков от 50 до 70 лет. В этот период безвременья происходит изменение социального строя, изменение строя экономики, изменение экономических отношений. Поэтому, читая вот такие книги, мы можем примерно представлять себе о том, куда идет мир в современности. То есть, вот нашему поколению, которое сейчас, которое родилось, допустим, в конце, в середине 70-х, в начале 80-х годов и училась, еще успела застать систему образования Советского Союза, как прихватить немножко и не попала на ЕГЭ, так, то мы, скорее всего, уже не успеем увидеть новый строй, а мы будем жить именно в период безвременья. А вот наши дети или внуки уже, они как раз попадают на этот период межвременья и нужно сейчас уже думать о том, как воспитывать этих детей, какие знания давать им. Есть два подхода к восприятию информации и подачи информации. Первый – это калейдоскопический, второй – это мозаичный. Калейдоскопический – это, вот если вы помните, были такие калейдоскопы, когда внутрь смотришь, вращаешь, а там переливаются разные треугольнички, квадратики разным цветом. То есть, калейдоскопичное восприятие информации и мира, она не позволяет составить полную картину мира и процессов, которые в нем происходят. Именно на такое калейдоскопическое восприятие информации сейчас заточено преподавание в школе и в университетах, почти во всех, за исключением каких-то верхних, верхних топов. А мозаичное восприятие информации – это, когда вы когда-нибудь собирали пазл, я думаю, что многие люди собирали пазл, когда вы берете картинку и начинаете ставить туда небольшие такие квадратики, подбирая, чтобы они подходили по цвету, по сюжету и так далее. Вот, мозаичное восприятие, оно дает возможность составить полную картину мира и знать, допустим, что мне не хватает информации, допустим, о экономике в таком-то регионе. Мы идем, находим литературу, у нас есть методология познания, мы находим эту литературу, информацию и восполняем ее. И, соответственно, у нас пазл выстраивается, мозаика наша выстраивается. Соответственно, для того, чтобы давать мозаичное восприятие мира, уровень преподавателей должен быть намного выше уровня преподавателей, которые дают нам калейдоскопическую картину мира. Поэтому, несмотря на то, что мы отдаем наших детей в школы, на курсы, нам необходимо самим контролировать информацию, которую получают наши дети во время обучения и достраивать их картину мира до мозаичной. То есть, чтобы у них произошел переход уже в средней школе, то есть, в начальной школе достаточно тяжело сделать, то есть, все равно нужно давать основы классификации. Допустим, не ту классификацию, которая дается в окружающем мире, предмет такой есть сейчас в начальной школе, а найти книжки по природоведению, где дается, допустим, классификация по классам животных, классификация по классам растений и так далее. То, что сейчас дается в учебнике окружающего мира, это довольно скудно и представляет как раз больше калейдоскопический подход, чем мозаичный. И поэтому очень большая нагрузка ложится на родителей, воспитании детей, которые будут жить вот в этом переходном периоде. Который, опять же, по мнению Фурсова, закончится где-то, в лучшем случае, он закончится в 65-70 годах 21 века, в худшем случае в 90-х годах, в 90-м и в начале 90-х годов 21 века. Ну, скажем так, вряд ли мы до 90-х годов доживем, наше поколение. А вот наши дети и внуки доживут. Поэтому я затронул эту тему в этом видео. На этом я прощаюсь с вами. Рекомендую к прочтению, если вы эту книгу еще не читали. Также я рекомендую, если у вас есть время, желание ознакомиться с четырехтомником Валерстайна, полным подробным «Мир системы модерна», но учитывая замечания Фурсова, которые сделаны в предисловии к этой книге, о которых я говорил в начале видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Поделитесь этим видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.